Вы слушаете канал жаж.клаб, Генрих VIII обезглавил предка Меган Маркель. 27 ноября 2017 года Соединенные Штаты проснулись от захватывающих новостей, американская актриса и гуманитарий Меган Маркель помолвлена с принцем Гарри Уэльским. Как только объявили о помолвке, уже было много недовольных. Консервативный британский журнал The Spectator опубликовал статью, в которой утверждалось, что Маркель «не подходит для Гарри, чья бабушка является верховным правителем англиканской церкви, потому что она разведена». Издание заявило, что каких-то 70 лет назад она могла бы претендовать максимум не роль любовницы принца. Это довольно странно, учитывая, что король Генрих VIII учредил англиканскую церковь только для того, чтобы аннулировать свой брак с Екатериной Арагонской. Еще более странно, что это не единственный способ, которым пересекаются истории семьи Маркель и Генриха VIII. По данным The Telegraph, Генрих VIII также обезглавил одного из родственников Маркель. Фото, www.history.com The Telegraph приписывает это открытие Майклу Риду, австралийскому учителю и историку-любителю, который изучал родословную королевской семьи. По его словам, Маркель связан с лордом Хасси, первым бароном Хасси из Слифорда. Он получил рыцарское звание в 15-16 веках Ха во время восстания Корнуолла в 1497 году. Но когда он не смог подавить очередное восстание четыре десятилетия спустя, Генрих VIII решил вернуть пожалованную землю, богатство и жизнь лорда. Исследователи тщательно изучали генеалогическое древо Маркель. Маркель – двухрасовая женщина с черной матерью и белым еврейским отцом. А отношение к лорду Хасси происходит от ее отца, Томаса Умаркла. Он происходит от капитана Кристофера Хасси, прапраправнука лорда Хасси, который также является одним из английских колонистов, основавших Нантакет в 1600-х годах. Зе Телеграф предполагает, что Маркель и принц Гарри на самом деле могут быть очень дальними родственниками через общего предка – шерифа графства Дарим Ральф Баус, родившийся в конце XV века. 1533 портрет лорда Джона Хасси. Фото – www.history.com С другой стороны, мать Маркель – Дориэр Эгланд – происходит от африканцев, которые были насильно вывезены в Америку, чтобы работать рабами в Джорджии. Это невольное удаление разбило семьи таким образом, что трудно, если не невозможно, проследить генеалогию порабощенных африканцев так далеко, как у королевских особ. Маркель, вероятно, не первая британская королевская семья с африканскими корнями, историк и телепродюсер Мариус и Вальдес и Коком утверждали, что королева Англии Шарлотта, которая вышла замуж за короля Георга Третьего в 1760-х годах, имела европейское и африканское происхождение. Если это правда, The Guardian указывает, что это будет означать, что современная королевская семья уже имеет африканские корни. Тем не менее, новость о том, что Маркель встречается с членом Дома Виндзоров, была встречена российским и сексистским освещением в британской прессе. В ноябре 2016 года Гарри выпустил заявление через своего секретаря по коммуникациям, осуждающий эту реакцию, его подруга, Меган Маркель, подверглась волне злоупотреблений и преследований, говорится в заявлении, некоторые из них были очень публичными, мазок на первой полосе национальной газеты, расовые оттенки комментариев, и откровенный сексизм и расизм троллей социальных сетей и комментариев к веб-статьям. Принц Гарри беспокоится о безопасности мисс Маркель. Британская корона имеет свою связь с американским рабством. Страна основала рабовладельческие колонии Америки и когда-то доминировала в международной работорговле. Прапрапрадед Маркель также родился в рабстве и пережил эмансипацию. Королева Елизавета II до сих пор отказывалась извиняться за роль Великобритании в работорговле, и принц Гарри тоже не говорил об этом. Но проблема, снова всплыла, когда потомок рабов переехал в Королевский дворец. Продолжение истории читайте на сайте jah.club